Всем привет! Вы уж меня простите, я не стал снимать, как я ловил дикобразов. Это было невозможно, оператора не было. Но дикобразы пойманы и переезжают в зоопарк. Да, красавец мой. Придется одному ехать в бочки, а двум в ящики переноски. Поэтому едем, высаживаем, смотрим, что будет. Не устаю радоваться своей машине, в которую можно запихать даже бочку с таймя в багажник. Нормально? А вот спину, кажется, сорвал. Это, конечно, проблема. Дикобразы кажутся небольшими. На самом деле они невероятно тяжелые. Это третий по весу грызуны. Капивара весит до 40 килограмм. Бобр там 25 дикобраз примерно столько же. И учитывая, что самец взрослый, еще и с ящиком тяжелым, получается так прилично. То есть так вот поднимать этот ящик с земли, запихивая сначала туда дикобраза. Ну, в общем, по спинке, конечно, дает. Ну ладно, едем. Что делать? Уже побежим. Уже побежим. А то ящик забрали у меня. Отлично. Слушай, красота. Конечно. Конечно, они в таком вольере прекрасны. Это им уже бревнышки? Отлично. Ну-ка. О, судя по людям, их уже выпускают. А, вот они. Так. Поехали. Процесс пошел. Ну-ка. Ну-ка. Смотрим. Пройдет ящик? А ящик-то и не проходит. Проходит. Вот хорошо, когда два мужика тащат. Когда один. Это очень плохо, поверьте. Спинка-то болит. Ну-ка. Вот. Уже все ждут. Так. 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 Вот правильно. Не надо его заносить, можно так открыть и все. Какой шикарный вольер. А там что? Нет, там стекло. Я испугался, что там деревянная перегородка. Ну, думаю, сейчас они эту перегородку съедят. Да. Вот смотри, какое оно. Ну-ка. Вот, говорят, птичка. Ну-ка. Ну-ка. Нет, мы не хотим. Вот звери всегда так. Сначала ты их не загонишь, а потом ты их не выгонишь. Когда они сели в ящичек свой, они говорят, ящичек такой хороший, такой удобный, что мы не хотим из него выходить. Ну вот. Да. А попробуйте загнать сначала. Ну. Вот они страдания со зверями. Вечные. Так всегда. Опа. О, как ловко. Ну-ка. И шваброй, шваброй. Но без шваброй никак. Вот эти. О, нифига себе. Когда он появился? Тварь. Смотри, какой маленький. Я спугался. Когда они появились? Только что. Меньше минуты назад. Ну, отлично. Ну, смотрите, всем нравится. Вольер большущий, чистый. Интересно будет им тут бегать. Так что, в принципе, в принципе, я доволен. Да, ты посмотри, как я. Ну, знаешь, я думаю, что отлично. Прекрасно, да. Ну, все. Я думала, что... Давайте второго, третьего. Вот. Он там в коридоре стоит. В бочке. В бочке. В бочке. Давайте тогда. В бочку. Она стоит там внизу. Прямо в тамбуре. У входа. Ну, вот, видишь, как красиво. И людям нравится. Я уж старался, чтобы иголок не поломать ничего. Но все равно. То есть, знаешь, из домика выгонять, это кошмар. Они же втроем сидят. Ну, вот, да. Они у меня сидят в таком домике, и я их оттуда ковырял. Ты же понимаешь, сколько времени. Тридцать, тридцать. А где бы трюкать их в коридоре. Ну, да. О, выпуститься. О, такую свободу попугай. Ну, ничего. Я с третьего принесу. Ну, нельзя. Это молодой. Это молодой. Тот уже... Тот взрослый. Там сколько? Пятилетний. Ну, ничего. Я себе девку оставил. Да, всегда придумаем. Любого из самцов запустим. Дети всегда будут. Вот насчет этого я не спустила. Ну, если тебе нужно... Нет, мне не надо. О, да. Ну, пока несут третьего дикообраза. Мы пройдемся, хоть посмотрим, что здесь нового, что изменилось. К сожалению, нету обезьян. Уехали оранги, уехали. Много крупных обезьян. Главное, оранги уехали. А сетку-то снимать будете эту? Нет. Она такая что-то... Ну, вот здесь вон легонькая еще. Ну, это дорогая сетка. Конечно, дорогая. Эти остаются. Эта компания остается. Ты смотришь какая у нас Элечка? Нет? Не видела? Нет. Это ж вообще что-то. Это что-то. Ну, эти да. Да. Вот. И бентуронку не пересадили в большой войне. Ну, пока привыкают. А, ну их видно хоть стало. О, вон там в углу бентуронка лежит. Она пока нервничает. Да. Очень нервничает. Но я думаю, что... Ну, они спокойные все-таки, ребята. Плагматичные. Быстро привыкают. Единственное, запашок немножко есть. Ну, да. Да. Я тебе скажу. Вот точно такой же Эдухообразок. Да? Точно такой же. Да. А что, путься, будут хорошие. Где венцинесные? Покажи венцинесные голубей. Потому что это, конечно, красота невероятная. Самые, наверное, крупные голуби с Новой Гвинеей. Видимо, самые красивые. Ох ты! Ох ты! Ох ты! Ну да. Это пара у нас. Да. Слушай, ну они какие-то такие темные. Вообще, я привык, знаешь, почти голубые. Очень крупные. Более серебристые, да? Более светлые какие-то. Это темно-серые. Это, знаешь, там была еще одна голубица, которую они гнобили. Другого подвида. Она была светлая. Вот. Вот она была. Но эти крупнее зато. Эти да. Ну хорошо, правда? Очень хорошо. Очень хорошо. Фантастика, конечно. Фантастика. Ой, как мне они нравятся. Угу. Да. А зоопарки же когда-то размножались. Каждый год у нас. Ну это правда присмирновали еще. Слушай, это про зоопарк вообще. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ифрембанда. Ух ты. Ифрембанда. Грусота. Ух ты. Вот вольеры должны быть вот такие. Четверо. Да. И что все детки? Нет, один ножичок. Мама и две дочки. отлично отлично очень-очень здорово но это недавно получено детки у меня давно мама-стата приехали совсем недавно о этого ему принесли и ободрался и не все напугались мужик как обычно бабы виноваты ну понятно ну да это приматы вы мужика баба виноваты всегда мы такие досталось это сразу жене да тяпнул за ногу ничего сейчас при храмовая тоже она даже зажила там да мужик испугался жене попала все как положено пойдем дикобраза смотреть а то выпустят часть это сейчас выпустят взрывается что-то под ногами да голуби прекрасно так все таки сделано еще раз говорю да мы в зоопарке в экзо парке рио на куча к 3 ага а я вижу да да пожалуйста вот так да что там такое страшное чудище . я так опасаюсь уже выпустили уже выпустили вот они все втроем красивые вот такие все таки дикобраза 4 месяца вот уже размерчик тебе а старшему ребенку сейчас тебе скажу сколько он 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 наверно не не вообще еще не декабрьский что-то такое ну то есть позы одурил да позам всем интересно что случилось вот так ух ты подожди а там стекла нету да есть конечно а ну что ты я как я думал они сейчас там будут полчаса чистое стекло и я перепугался конечно потому что я знаю что это такое ты учти это бабры конечно не ну понятно у нас вот здесь сейчас положим еще бревна камень пока меня не грызть наверно не будут им не нравится грызть ну вот им не нравится его грызть тут у нас ну он такой знаешь прямо скажу посмотрим через месяц палки обязательно будут палки будут грызть я привезла с дачи целую кучу палок с дачи вот так вот всегда и живут зоу люди когда что-то надо мы все везем сами даже даже на работу кто же нам еще привезет траву веники палки вот все с вами все ну ладно Андрюше сказали у нас это бревно еще которое тащили туда его надо в треть части натрия и положить им сюда вот это большое бревно а скажи пожалуйста вот чтобы все понимали почему уехали крупные обезьяны почему сейчас в рио нету крупных обезьян крупные обезьяны уехали потому что мы должны получить лицензию получить лицензию мы должны по закону который принял наш кто у нас Медведи ну да конечно конечно все знают кто такой Медведи вот поэтому получилось что мы не имеем права держать обезьян у нас нет уличных варьеров те три дня которые у нас солнце в Санкт-Петербурге они должны находиться они должны находиться на улице вот кровь из носа понимаешь а если уличных варьеров нету соответственно будьте любезно куда-нибудь отправить но мы нашли хорошее место для них они уехали в солнечный Краснодар поэтому я уже знаю мне уже рассказали по поводу варьеров как они сделаны из нержавейки говорят зачем из нержавейки когда можно было обойтись просто металлом и сказано нет вот все должно быть так хорошо и так чисто да ну слава богу господи я уже все знаю мне уже все рассказали все замечательно на оранге уехали под Москву и там прекраснейшие условия сказочные да там у них телевизор встроенные колонки и уличные вольеры трехэтажные вольеры бассейны да спа да да спа ну и хорошо ладно главное в принципе за обезьян тоже вот там в Краснодаре как раз не три дня солнце там хорошо уличные вольеры как раз то что надо полгода могут жить на улице когда они уезжали когда у нас они уже в октябре уезжали 3 октября у них было 25 градусов теплое да ну полгода солнце хорошо ну и отлично так что вот такая вот история поэтому пришлось срочно менять коллекцию без обезьян конечно грустно но без орангов наверное грустнее всего все таки они такие родные вольеры они уже стали слишком большие и опять же мы должны подходить разумно ко всему жалко не жалко но давайте всем будет лучше и надо исходить из интересов животных в первую очередь в данном случае поэтому все нормально все нормально все правильно и я думаю что наша коллекция не пострадала да без обезьян людям может быть какое-то время будет ну ничем вот это хуже ну ничем чудо чудесное ничем все все прекрасно а на самом деле тискать легко самый маленький он поскольку родился в вольере и жил ну родился прямо перед переносом вольер он не ручной он не любит людей а двое особенно самец спокойно совершенно самка просто у меня на коленках живет вот поэтому она осталась а самец гладить чесать есть из рук никаких проблем ну и тот который молодой самчишка его сын он тоже спокойно подходит дает себя гладить все мальчики все мальчики чтобы у вас не было так как у меня а то у меня два раза в год обязательно приплод приплод и вот и думаешь что с этим делать а здесь им будет отлично хорошо они все семья по кормлению все просто уже не возьмем девочки или привезете ко мне мальчика это без разницы они я думаю в ближайшей там неделю 3 часа да успеют по кормлению все просто любые фрукты любые овощи зерновые какие-то кроличьи комбикорм ветки обязательно орехи любые орехи орехи это это для того чтобы они вас любили потому что орехи всегда даются с рук и они прям легко и красноцовы да да грецкие орехи это боба да я не виделись это бобры вот эти палочки они вам разгрызут уже к завтрему наверное значит килограмм сухих кормов где-то крупное зерно а вот таких мы порядка четырех килограмм дается в день сочных кормов но но вы увидите вот всякие кабачки морковки это будет если мы голодные если нас не кормят а вот так груши и яблоки бананы и хурма а вот арбузы дыни вот это вот арбуз можно просто пополам разрезать и положить останется корочка такая аккуратно а корочка у нас тоже вот сразу в соседний вольер да легко красавчик красавчик что-то из они только по низу да не лазают хотя знаешь в вольере домик вот такой вот высоты наверное сантиметров семьдесят на него залезали но так нет я думаю нигде нигде не будут лазать абсолютно вольер большой хороший все прекрасно россиянец наташ наташ вот потом нужно будет обсудить чей-то заменой так что любите гладьте они очень хорошие и по характеру хорошие но 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 бойтесь вот до половины туловища можно гладить спокойно пузики любят чесать но после половины начинаются жуткие иголки и бойтесь подходить сзади внезапно и резко напуганные делают шаг назад очень быстрый а иголки сантиметров по 15 как гвозди и острые как иглы да еще и зазубренки да они не агрессивны никак они не делают попыток вас уколоть ничего но просто внезапных каких-то он спит сзади ты встала его за загривок схватил он кинется назад и все а так нормальные адекватные хорошие тысячи железные все железные вся пластмасса уничтожается мгновенно поэтому да у нас там была такая у нас несколько русских больших есть гриша нижка пойдем тогда с тобой и орехи возьмем хороший такой да сколько тут ну вот тут пятерочка я я знаю я так на глаз всегда могу сказать до 5 метров и красноухая черепаха огромная красивая вам приносят нам кидают вот туда вам тоже в бассейн кидают красноухих черепах много-много да вот пока две трех пристроили отлично двух не берут ну таких да таких уже трудно не ну они выросли у нас уже да у вас такая живет дома раньше жива а где теперь ну-ка расскажите понятно не берите красноухих черепах сколько говорим а то будете говорить у нас раньше жила а где теперь не скажем не надо этого не надо да конечно ну и правильно а что хорошо да очень хорошо они такие живенькие да цветных возьми разноцветных черные белые серебряные отлично хотя не выдер не с выдрами здесь и маловато для выдор и дороги выдры и сложно и фильтр должен быть вообще там воняют да я и говорю фильтр должен быть таким для выдор что это вы не сделаете это океанариум со своими деньгами может и и площадь площади больше для выдор у них там не очень большая площадь а я так и не был я просто в курсе я там очень небольшая площадь да надо зайти что-то я давно не заходил у них там крокодилят них новые видов да я не был наверное года года три наверное не был более что такое кстати да ребята мы с вами в океанариуме не были надо бы сходить а то что-то я и друзей своих не видал давно но конечно господи да там же нет нет я вечно беглый мы стариннейшие друзья я просто сейчас их там заставили и и осьминоги осьминог когда был вот я ходил на осьминога смотреть он вылезал высовывал щупальца и за ручку тебя держал слушайте надо да надо сходить отлично за ручку подержаться с осьминогом вот смотрите как саймери два вида попугаев кошачьи лемуры все в общем дружно живут ну иногда наверное кто-то кого-то за хвост время от времени дергает кстати при том что самое опасное здесь похоже все-таки попугаи конечно они здесь самые угнетаемые ну как относительно угнетаемые ну потому что пробегая мимо кто-то дернет за хвост даже нет вот этот вот маленький он может вот так попугая голову повернуть и вытащить его из-за рта все что у него там есть слушай элечка чем занимается сурки большие они по 6 килограмм сурки аэля ты понимаешь она весит там ну хорошо чуть больше килограмм да меньше килограмм 800 грамм она весит и год да год в августе был всего-то она мелкая вот она во-первых она катается на сурках а сурки я могу тебе сказать вот у меня мне сурок сделал замечание весной вскрыл просто значит там серьезно все ну ладно этим эти тоже да так вот элечка элечка она когда я кормлю сурков орехами она засовывает им в рот руки вытаскивает изо рта орехи а сурки только такие ну ну вот вот она на них ездит она катается она спит на них она ложится как на плюшевого мишку спит тепло и все вместе они так и спят так что да вот странные вещи бывают я боялся сначала а потом посмотрел я тоже опасалась когда все это начиналось посадили но вариантов не было да да ну вот утрясается как-то более-менее и все а с этими так они вообще вместе они сидят вместе и любовь хорошо может будет результат любви результат получится это даже неплохо ну все-таки конечно очень мелкие вдвое меньше масика я вот смотрю на масика на элю какие маленькие масян просто титан рядом ну да я видела большие саймери крупные а эти нет при этом я вот у меня же еще одна появилась саймерка ее ветеринары отдали рахитная с несколькими переломами после рахита мася вокруг ходит пускает слюни она уже взрослая девка рожавшая после рода все началось вот она сидит в клетке я не могу их садить потому что не дай бог что она не переживет конечно я вам говорю мы вот этих вот капибар сейчас отмыли они же сидели без воды к сожалению отмыли накормили приведете в порядок все как всегда господи наша работа какая наша работа приводить всех в порядок он же хочет теперь поел помылся он любви хочет но еще рано ну как пойдет запретить я ему не могу рассадить пока тоже рассадить категорически нет потому что они сидели все время вместе сложившаяся пара хорошая ну хоть и кривая ну ладно теперь вам нужен бобр и у вас будут самые крупные грызуны мира капибара бобр дикобраз с бобром конечно я дарю подожду пожалуй нет ну ладно бобра не надо внутрь возьмем они тоже большие ну ладно все вроде мы сегодня сделали все хорошо молодцы спасибо и 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